В этот коллектор подходит канализация с половины территории Москвы. Различные приспособления, которые применялись для прочистки канализационных сетей. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд и его ведущий Степово. Сегодня системы водоотведения стали настолько привычными в городах, что большинство из нас даже не задумывается об их существовании. Но еще меньшее число людей задумывается о том, насколько разветвленная инфраструктура входит в это емкое и для многих отталкивающее понятие. Но разве мыслимо представить современный мегаполис без канализации? Даже малейшая авария на канализационных сетях может не только парализовать целые районы города, но и стать причиной экологической катастрофы. Этим видео мы начинаем серию выпусков о московской канализации. Конечно, это очень объемная тема, охватить которую полностью было бы непросто даже в многосерийном цикле. Поэтому мы расскажем на примере отдельных объектов общие сведения о том, как сточные воды доставляются до станции аэрации, где происходит их химическая и биологическая очистка, и как дальше, уже очищенные, они сбрасываются в природную гидросистему региона. В первой серии мы расскажем о том, как поступают сточные воды на Люберецкую станцию аэрации, одну из крупнейших в Европе, об одном из нескольких магистральных канализационных коллекторов столицы, покажем, как производилась его реконструкция. Вторая серия будет посвящена уникальному гидротехническому сооружению, отводящему каналу, по которому сбрасываются очищенные сточные воды, в природный водоем после того, как они прошли очистку на одной из станций аэрации. Также в рамках наших выпусков мы коснемся общих сведений о системе канализации Москвы в целом. В Москве раздельная система канализования. Это означает, что промышленные и бытовые сточные воды поступают на очистные сооружения города по своим коллекторам. А все поверхностные ливневые стоки, дождевая канализация попадают в московские водоемы отдельно от сточных вод, причем на большинстве коллекторов ливневой канализации и малых рек Москвы предусмотрены свои очистные сооружения, которые, конечно, намного проще канализационных очистных сооружений. Именно за этим забором находится здание, под которым собраны все канализационные сети, приходящие сюда из северных и восточных районов столицы. Это рабочая камера одного из магистральных канализационных коллекторов Москвы. В этот коллектор подходит канализация практически с половины территории Москвы. Это северо-восток-восток и, если я не ошибаюсь, часть юга-востока. Там установлены шиберные затворы, которые сейчас открыты. Вот можно видеть эти шиберы. Здесь же, рядом с этой камерой, находится станция, где сходятся напорные и самочечные канализации. И это один из коллекторов, небольшой, скажем так, коллектор, поскольку система включает в себя три магистральных коллектора, которые идут на очистные сооружения. Это так называемая камера К0 или нулевая камера новолюберецкого канализационного коллектора. Именно отсюда и начинается этот магистральный коллектор. Точнее, подобных камер здесь несколько потому, как сам коллектор состоит из нескольких параллельных веток. Это сделано для возможности остановки одной из них в случае ремонта или аварии без прекращения функционирования всей системы. Именно по этому магистральному коллектору и поступают сточные воды на Люберецкую станцию Айратска. Сюда сходятся напорные и самочечные линии из северных и восточных районов столицы. Эта камера представляет собой типичную для канализационных коллекторов архитектуру. Здесь спуск из смотрового колодца предусмотрен не сразу в лоток коллектора, как чаще всего мы могли видеть в речных и дренажных системах, а на специальные балкончики, предусмотренные для нахождения там рабочих. Спуск вниз с балконов всегда перекрывают специальными защитными перилами. Такую же архитектуру мы показывали, например, в нашем видео из глубинного коллектора в Санкт-Петербурге. Это камера управления затвором на одном из подводящих коллекторов, а вот и аналогичный затвор до его монтажа на трубопровод. Вот так выглядит несколько напорных коллекторов, которые подходят сюда, к этому регулирующему узлу, можно сказать, стратегическому узлу, откуда уже все сточные воды с северной и восточных частей столицы подаются далее на Люберецкую станцию аэрации для их последующей очистки. За моей спиной здание Музея воды. Там находится крайне интересная экспозиция, посвященная истории московской канализации. На территории музея представлена экспозиция канализационных люков различных периодов, различных запорных устройств. Здесь можно видеть такие гигантские насосы, водяные помпы. И здесь же за зданием Музея воды на набережной Москвы-реки располагается первая главная насосная станция, пуском которой ознаменовалось открытие московской канализации в первую очередь. Здесь представлены как художественные произведения, рассказывающие о жизни водовозов того периода. Это вот первая половина XIX века. Оригинальные, аутентичные предметы. Запорная арматура, краны. А также представлены различные документы, связанные с историей водоснабжения и водоотведения в городе Москве. Например, на этом стенде представлены очень интересные образцы кранов для ванн и кранов для рукомойников. А конца XIX – начала XX века все они выполнены из бронзы. Здесь же можно видеть страницы из каталогов фирм-производителей, которые на тот момент выпускали ту или иную запорную арматуру, краны и так далее. И этот стенд также посвящен исторической запорной арматуре. Вот, например, здесь можно видеть такой необычный смеситель с переключением на душ. К сожалению, не указана точная дата изготовления, но вот здесь ориентировочно начало XX века. А также керамический писсуар английского производства, который был обнаружен в жилом доме XIX века на Пятницкой улице и передан семьей, жившей в этом доме в Дармузею воды. И в этом же зале мы можем видеть великолепный портрет Сергея Николаевича Строконова и стенд, посвященный ему и его деятельности в качестве начальника микробиологической лаборатории на Люблинских полях Орошения. Этот человек стоит в основе создания уже современных систем очистки воды, над разработкой которых он работал начиная с 1915 года, в период, когда он руководил лабораторию на Люблинской станции, на Люблинских полях Орошения. Конечно же, не могу обойти внимание трубопроводы, которые применялись для систем водоотведения, водоснабжения в Москве. Вот здесь мы, например, можем видеть фрагменты деревянного водопровода, обнаруженные на Неглинной улице. Большего размера сохранившийся фрагмент деревянной трубы, которая была обнаружена на Средней Тишинской улице в 1958 году. Вот так вот она выглядит. Собственно, это предшественники еще чугунных и керамических труб, которые использовались в системах водоснабжения и водоотведения в столице. Здесь можно видеть фрагмент канализационного трубопровода, керамического, так называемой яйцевидной формы, яйцевидного сечения. Правильно это именуется канала с вытянутым сечением. И подобные трубы широко применялись в канализационных сетях до 1930-х годов. Подобное сечение способствовало меньшему заеливанию при переменном расходе воды. Понятно, что это было актуально в системах водоотведения, когда расход воды не является постоянным. То есть есть какие-то пиковые моменты, например, вечером, когда люди приходят домой с работы и больше пользуются канализацией утром, в утренние и вечерние часы. В дневные и ночные часы, естественно, особенно в ночные часы, естественно, систему водоотведения испытывают меньшую нагрузку. Так было и в период, когда строилась первая очередь московской канализации, это рассчитывалось. То же самое актуально, можно сказать, и в наши дни для канализации всех крупных городов. В этом зале расположена экспозиция, посвященная системам водоотведения, современным системам водоотведения, то есть то, что делает нашу жизнь в городе комфортной, а именно канализацией. На огромном дисплее здесь представлен принцип работы очистных сооружений. Кому будет интересно более подробно познакомиться с этой схемой, ставьте видео на паузу. Здесь же мы можем видеть макет первичного радиального отстойника. Это, я так понимаю, насосная станция. Макет аварийно-регулирующего резервуара канализационной системы, который позволяет уравновешивать во время работы канализации в пиковые часы и в часы, когда канализационные сети испытывают меньшую нагрузку. Этот макет нам показывает систему утилизации биогаза, так называемой метантенки. И метан, который вырабатывается при очистке сточных вод. И макет метантенка в разрезе. Станция ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод. Это уже финальный этап очистки сточных вод, который стал недавно внедряться на очистных сооружениях Москвы. Вот еще один макет радиальных отстойников. Здесь представлен принцип действия снегосплавного пункта. Данный, представленный на этом макете снегосплавной пункт, оборудован тремя молотковыми дробилками и песколовкой. Производительность такого пункта 3,5 тысячи кубометров в сутки. Монтируют такие снегосплавные пункты рядом с канализационными сетями, благодаря которым происходит нагрев снега и дальнейшая его утилизация в канализационной сети для последующей очистки. Наши постоянные зрители, скорее всего, помнят, как я рассказывал о том, что раньше на большинстве малых рек Москвы были организованы снегосбросы. Ссылка на пару таких видео сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Но в последние годы весь снег в столице теперь утилизируется в коллекторы городской канализации, что призвано улучшить экологическую обстановку в городе. Ну и немножечко видео, на котором представлено, как это все функционирует. Вот как работают дробилки. А также здесь мы видим схему технологической обработки осадка. Еще один очень интересный макет, который показывает дюкер, канализационный дюкер, который проходит под Москвой рекой на Курьяновские очистные сооружения. Очень интересное сложное гидротехническое сооружение. То есть сам этот дюкер строился и реконструировался на протяжении 43 лет, в период с 1940 по 1983. Здесь применялось 16 ниток трубопроводов диаметром от 1,20 м до 1,40 м. За время эксплуатации, естественно, ряд этих ниток пришли в аварийное состояние и восстанавливались они методом труба в трубе. То есть в них протаскивались полиэтиленовые трубопроводы диаметром, соответственно, меньше от 1 м до 1,20 м, за счет чего снизилась их пропускная способность. Причем снижение это составило весьма значительную цифру, от 30 до 35%. И для компенсации дефицита вот этой пропускной способности дюкеров под Москвой рекой был построен новый трубопровод диаметром 3,60 м. Вот он как раз показан ближним здесь. Такая интересная деталь из истории канализации, уже из современной истории, новейшей истории канализации города Москвы. Интересно, что здесь можно даже видеть наглядный материал, который рассказывает о монтаже, установке люков, запорных крышек, люков смотровых. Как это происходит от и до. И рядом с этим материалом, который рассказывает об установке люков, мы можем видеть самый настоящий, в полный размер, тяжелый министральный люк нового поколения. Здесь представлена решетка, которая применяется, с раздерживающей решеткой, которая применяется на очистных сооружениях для задержки твердого осадка крупного размера, для предотвращения попадания этого крупного мусора, для предотвращения его попадания на очистные сооружения в канализационной насосной станции. А сейчас я проследую в третий и последний зал, который рассказывает уже о современных технологиях, применяющихся для водоподготовки и для очистки сточных вод. В этом зале мы увидим приспособления, которые применялись в середине 20 века для прочистки канализационных сетей. В современной технологии увидим современную запорную арматуру. При входе здесь мы можем видеть те самые любимые мной керамические трубы, о которых я рассказывал уже неоднократно, которые можно было видеть в коллекторах дренажных сетей и подземных рек. А также здесь вот очень интересная деталь, о которой, например, я не знал, это керамическая пробка, которая устанавливалась в канализационных колонсах в первые годы эксплуатации московской канализации, в первую очередь московской канализации, то есть это самый конец 19 века, и устанавливались подобные пробки с целью отключения частных владений за сброс в канализацию крупного мусора. Вот так вот московские власти боролись с нерадивыми домовладельцами. А найденная эта пробка была на улице Бойцова в 1996 году. Пробочка керамическая. Далее мы видим различные приспособления, которые применялись для прочистки канализационных сетей. И особо интересно здесь смотрятся такие вот мечи. Не надо полагать, обладают достаточно большим весом. Подобные мечи применялись на московской канализации с середины 20 века, с 1940-х годов. Ну, кстати, как ни странно, вес не очень большой. И с помощью таких мечей прочищались засоры, пробивались засоры. Здесь же мы можем видеть еще приспособления, использовавшиеся фактически после пуска московской канализации в первые годы эксплуатации для механической прочистки, так называемые якори. И тут же мы видим уже более современное приспособление для механической очистки гидрофреза. То есть она помещается в канализационные сети, и от канала промывочной машины в нее под давлением поступает вода, и через форсунки под высоким давлением производится очистка канализационных сетей. Здесь же мы видим пластиковые трубы, которые применяются для реновации трубопроводов не только в водоснабжении, водоотведении, но и в обычных подземных речках мы можем их часто видеть. И вот здесь вот этикеточка Корсис, торговая марка Корсис, откуда пошло не совсем корректное, не совсем правильное наименование для вот этих вот полиэтиленовых труб. Часто их стали именовать в обиходе Корсиком. Здесь же можно видеть еще материалы, применяющиеся для реновации трубопроводов. Например, полилайнер, тонкостенная полиэтиленовая труба. Вот она сворачивается до такого состояния. Вот это вот очень похоже на стекловолокно. Здесь же можно видеть, по-моему, это какая-то полимерная композитная конструкция из стекловолокна. И, судя по сечению, она применяется для реновации как раз вот коллекторов яйцеобразного сечения, причем большого диаметра. То есть вот за мной видно этот самый материал. Он почти с мой рост. То есть где-то, наверное, полутораметровых коллекторов. Здесь можно видеть уже более современные средства диагностики канализационных водопроводных сетей. Подобные же средства применяются и на МОЗ-водостойке на дренажных сетях. Вот это вот робот предыдущего поколения. Более современный робот нового поколения. Он был представлен на выставке Экватек. А также вот такой вот необычный зонд, который тоже применялся для диагностики, инспектирования сетей водоотведения. Но я так понимаю, что применялся он только для диагностики коллекторов большого сечения. Потому что это такая вот огромная штуковина в форме лодки. Очень-очень необычная. Я вообще подобного нигде не видел. Вот для примера, для сравнения, чтобы можно было понять немножко масштабы, размеры этого дрона, этого зонда, я как раз вот тут присел рядом с ним. А вот здесь на мониторе как раз мы можем видеть ту самую картинку, которую видит инженер-мастер, проводящий телевизионную диагностику трубопровода с помощью вот этих самых роботов. То есть вот так вот это можно видеть вживую при проведении диагностики сетей водоснабжения и водоотведения. Такую картинку видит оператор на своем дисплее. Здесь представлены средства индивидуальной защиты органов дыхания и различные газоанализаторы. Самым простейшим из них является индикаторная лампа ЛБВК. Тоже в свое время имел возможность испытать такую именно при посещении канализационных сетей глубокого заложения. И тут же представлены термоизолирующие материалы водопровода. Ну и постепенно, постепенно экспозиция представляет более современную запорную арматуру. И тут же можно видеть даже такую штуку, как вакуумный унитаз. Система защиты от протечек и антивандальный сенсорный смывной бачок. А вот здесь на фотографиях представлено уникальное гидротехническое сооружение Обручевский канал глубокого заложения. Система водоотведения большого диаметра и глубина заложения составляет более 40 метров. Уникальное гидротехническое сооружение, уникальное для Москвы, скажем так. Строилось все это на рубеже 70-80-х годов под патронажем Бориса Николаевича Ельцина. Очень интересный экспонат здесь можно видеть. Регистрирующий аппарат водомера. Счетчик здесь представлен в кубометрах. И несколько циферблатов, которые варьируются от... Я так понимаю, тут идет отсчет справа налево. Правый циферблат, он скорее всего показывает сотни кубометров, потом тысячи, десять тысяч и так далее, до десяти миллионов кубометров. Вот такой вот раритетный аппарат. Здесь же можно видеть различные милые сувениры, которые непосредственно связаны с водоканалом водовоза. Старинный вентиль. Копия знаменитого монумента водопроводчику, слесарю водопроводчику. В общем, вот такие вот милые безделушки. Ну и в заключение, рассказывая об экспозиции музея воды, хочется сказать, что канализационная сеть Москвы превышает 8 тысяч километров. Это сравнимо с расстоянием от Москвы до Сингапура. А сеть водоснабжения, то есть водопроводная сеть, превышает 13 тысяч километров. Это практически расстояние от Москвы до Мельбурна. Вот так, уважаемые зрители. Сам Новолюберецкий канал был построен в 1963 году. Его пропускная способность до 1 миллиона кубометров в сутки. Длина канала 13 километров при глубине заложения от 5 до 10 метров. Внутренний диаметр основной ветки 2,8 метра. Спустя более 40 лет эксплуатации канала, его техническое состояние было признано аварийным. Свод коллектра имеет значительные повреждения в результате химической коррозии бетона, а лотковая часть подвержена значительному истиранию. Специалистами Мосводоканала было принято решение о реконструкции канала с использованием современных технологий. Основным фактором при выборе способа реконструкции было наличие плотной городской застройки, близость природных территорий и транспортной инфраструктуры к участкам ведения работы. Поэтому было решено проводить работы бестраншейными методами строительства с использованием полимерных модулей, монтируемых внутри уже существующего бетонного коллектора, и заполнением образовавшегося кольцевого зазора между старыми бетонными и новыми полимерными конструкциями специальным тампонажным раствором, а также с применением метода реновации коллекторов по принципу «рукав в рукаве», при котором внутрь существующего канала пропускают секции круглого сечения из композитных материалов и соединяют их между собой, заполняя образовавшееся пространство между старым коллектором и новыми секциями, аналогично предыдущему способу. Подобная реконструкция предполагает небольшое уменьшение сечения коллектора и, следовательно, его пропускной способности, но при этом уменьшается сопротивление потоку и улучшается гидродинамика. Но основным плюсом подобной реконструкции является то, что современные материалы не подвержены биологической коррозии и имеют значительно больший срок эксплуатации. Именно в период проведения этих ремонтных работ нам удалось попасть внутрь Новолюберецкого канала и наглядно сравнить, каким он был до реконструкции и каким станет после ее завершения. Я сейчас нахожусь в магистральном канализационном коллекторе, который сейчас реконструируется. Здесь находятся свежеустановленные затворы из нержавейки. Сам коллектор старый, и он будет реконструироваться путем установки внутрь колес, что уменьшает его диаметр. А здесь можно хорошо видеть следы коррозии бетона. Да, вот это вот результат коррозии бетона при эксплуатации канализационного коллектора и остатки ступеней, и даже того, что на них налипло когда-то. И того, что когда-то был упоручними. Особенно перелы хорошо деграднули. А вот еще следы коррозии, где уже нижний слой обделки полностью разъело. А вот мы подошли к месту в этой ветке, которая уже реконструирована. И здесь вставлены вот эти вот рукава стеклопластиковые. Видно хорошо, насколько уменьшается диаметр коллектора. Но зато это повышает его износа стойкости и проработает его в таком виде еще не один десяток лет. Здесь мы видим уже реконструированную смотровую камеру. И так мы подошли к месту, где на данном этапе заканчивается реконструкция этой ветки. Точнее начиналась. И там дальше за этой занавесью рабочий коллектор, который отлично можно отчетливо слышать, как он шумит. А здесь старая камера, которая вся изъедена в химической коррозии. Пошла, пошла, да, всегда вижу. Вот так. Да, давай. Мне туда посветило, что ли. Рассматривая возможность спуска с альпснаряжением в один из смотровых колодцев на остановленной ветке Новолюберецкого канала, мы решили предварительно опустить туда видеокамеру для разведки обстановки. Кстати, смотрите на нашем канале видео о спуске в глубинную систему действующей питерской канализации. Ссылочка на него сейчас будет в правом верхнем углу экрана. А в следующей серии вы увидите уникальный коллектор, который служит для отведения очищенных сточных вод от одной из станций аэрации. Вход в него мы искали на протяжении двух лет. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok